так значит смотри первой у нас лист это справка на ней просто описаны там какие-то минимальные действия которых при пью можно проводить на это навигация выделение данных поиск как сворачивать разворачивать объекты если они свернуты и вот эта вот фишка которая называется текущая двора она же вот здесь представлена короче приквью работает по принципу ассоциаций то есть я в него там загружаю вставляя специальным образом некоторые связи вот и значит на основании этих связей он строит отчеты точнее делаю со шаблона и он строит отчет все что загружено в систему грубо говоря с друг с другом связано поэтому если я например куда-нибудь ткну вот я сейчас нажму в товар на у меня система может сразу отфильтровать что-то по этому товару например сейчас ну да ну просто тут исключение лист контроль сейчас я покажу на на вот чем вот таком отчете по сезонности да я например нажимаю на 11 год у меня отфильтровалось все отчеты вообще везде отфильтровались в одиннадцатом году то есть если я перехожу например здесь только одиннадцатый год у меня будет водолях только одиннадцатый год вот можно посмотреть по этим самым по месяцам какие только одиннадцатый год жму 12 все все фильтруется по двенадцатому году не открывается ну надо будет смотреть но вообще по идее должны вот двойным 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 щелчком вот так вот раз они открываться должны вот но это как окошки windows в принципе даже двигать можно также вот значит ну например я могу также сделать фильтр там по региону просто нажимаю на регионы у меня вот здесь вот в текущих отборах появилась еще одна запись регион у меня все отчеты отфильтровались только по этому региону да и погода это очень удобно значит например если мы смотрим сезонность хочу я узнать сезонность по какому-то региону да я например захожу выбираю регион какой-нибудь вот вологодской области не смотрю сезонность вот она мне сезонность по годам захотел два года выбрал двенадцатый тринадцатый вот у меня два года вот короче ассоциативная модель это такое центральное понятие его нужно очень хорошо знать чтобы строить правильные отчеты ну как бы разбираться в этом значит дальше такая важная вещь вот крикви он выделяет некоторые вещи разными цветами вот здесь вот я то что непосредственно выбираю он выделяет зеленым цветом то есть 10 11 год он выбрал зеленым цветом потому что я это выделил то что не связано ассоциациями с этими годами он выделил серый то есть все остальные года выделены серым потому что они не связаны с этим годом и сейчас немного другой приведу пример вот если мы хотим сбросить все фильтры мы можем нажать на очистить это чистить я нажму я выберу месяц июль и у меня сразу видно что так как июль входит в третий квартал то второй квартал первый из четвертый стали сереньким то есть они не связаны с июлем вот и видно что мне в пятнадцатом году еще июля нету то есть тоже он серым стал вот вот это вот базовое понятие ассоциации фильтров и вот этих трех цветов белого то что связано с текущим отбором да то есть вот эти когда связаны они поэтому белым серый то что не связаны и зеленый то что выбраны это вот такие ключевые понятия да 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 и да и получается разница действительно по году то есть вот вот здесь вот например в таблице мы сейчас открыли сезонность тут только июль вот если посмотреть и пардон если посмотреть открыть все строчки тут только июль значит дальше это по управлению такая важная вещь тоже до выделение данных и там какая-то минимальная работа с ними в отчетах мы тоже можем выделять данные например мы можем в некоторых отчетах выбрать прям прям вот несколько данных вот так зажав кнопку мыши просто провести вот я просто провел и чет я выбрал какие-то года попали какие-то не попали вот ну я сейчас на примере геоданных покажу так например сейчас поставлю переведу в режим количество отгрузок и выберу просто несколько городов на бум вот он у меня выбрал так ну то же самое можно сделать с другими отчетами там не табличными например вот так я могу выбрать там несколько месяцев на или я просто могу ткнуть в какой-то столбик что это такое это вологодской области я могу мне уткнуть у меня выберется вологодской области соответствующий месяц то есть система очень интерактивной если я куда-то тыкаю скорее всего у меня с вероятностью 95 процентов поставится на том куда я тыкнул фильтр если это грубо говоря не зашито обратное где-то вот то есть есть отчета только для чтения которые не интерактивные вот ну сам состав отчетов и его менять в принципе можно достаточно легко вот главное только задать вот эту вот схему и по сути дела обозначить вот эти вот шаблончики такие значит ну какие здесь листы есть документе а документ не очень большой справка ну я уже говорил это базовый лист на нем что-то можно посмотреть вот второй лист контроль лист контроль это такая вещь типа как приборная панель вот то есть мы на ней смотрим текущие наши показатели вот потом здесь слева у нас находятся показатели разнообразные ну они в принципе тут подписаны вот продажи в единицах в рублях количество отгрузок то есть количество накладных средняя продажа ну дефектуры здесь да да вот я хочу об этом рассказать это очень важная вещь и т.д. показатели ну так просто удобнее их маркировать бывают е т.д. м. т.д. и другие т.м. т.д. да 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 и т.д. это накопительный показатель с начала года до текущего дня вот текущий день у нас вообще периоды можно посмотреть вот здесь для панели контроль что такое и тогда вот написано продажи до 2015 год за какой-то период а вот здесь написано за какой с 1 0 1 по 14 0 5 вот и предыдущий период предыдущий год 14 он смотрится аналогичным периодом то есть 1 января по 14 0 5 да то есть здесь вот эта цифра 315 да это с 1 января по там по текущее число вот продажи в единицах здесь в рублях на то же самое вот что такое это да это ер туда и то есть год к дню да то есть от начала года есть еще можно поставить такую переключалочку мтд вот я сейчас посмотреть на вот эти вот нижние вот эту подсказку она поменяется вот она поменялась это мы смотрим с начала месяца уже мтд он в тудэй то есть месяц к дню с 1 0 5 по 14 0 5 вот в принципе это должно быть понятно вот значит ну для каждого вот из этих показателей есть абсолютное значение и да 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 все правильно все правильно и здесь вот это значение есть за честно говоря не знаю я данные еще не смотрел более подробно вот может быть нет может быть да там надо будет смотреть пока я просто так загрузил вот но как бы может быть там нужно с один из ником еще пройтись посмотреть что там как по этим самым я про просто брал сумму там товар то есть я брал количество умножал на стоимость и получал какую-то сумму значит ну точно можно данные попроверять лучше все делать в конструкторе а потом расскажу вот и вот этот квадратик он как бы отображает цветом хорошо у нас или плохо сравнить с прошлым периодом то есть если в минус то красный если плюс то синий в принципе все так просто достаточно теперь значит идем к отчетам ну такие вот переключалочки есть на них просто один раз кликаешь и он переключает а вот это да это по 40 здесь тоже есть переключатели где есть вот такие вот штучки можно тыкать и выбирать показатель то есть данном случае есть количество отгрузок но мы можем там продажи в рублях выбрать и посмотреть график продажи рубля значит каждый график можно скопировать картинка и вставить куда-нибудь выбираем правой кнопкой мыши нажимаем выбираем копию ту клипборд и и мэйдж и потом вставляем там с помощью control в куда угодно хочешь там в плане хочешь ворд куда хочешь вот значит внизу просто обычные таблички касающиеся периода да то есть опять же и т.д. 2015 и тогда ну сейчас я поставил год году сверху да ну месяц выбрать вот табличка по месяцам уже стала значит три таблицы всего раскладка по регионам показатели да да те же самые показатели можно вот так подвинуть посмотреть до конца по номенклатуре логично и по контрагентам значит ну понятно по контрагентам по некоторым в прошлом году были накладные в этом нету минус сто процентов например здесь да значит кстати здесь вот тоже детально можно сверить с 1 по 14 ну где 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 вот эти вот 300 тысяч находятся вот соответственно посмотреть значит ну кстати в принципе могло быть 300 тысяч потому что праздники какие-нибудь были ну вот но не месяц ну на ну понятно ну на посмотреть на самом деле тогда может чуть там не загрузилась обратно так значит следующий лист это продажи это вот как раз я чё так а вот еще важно какая вещь в документе на вкладках есть кнопочки такие вот первая кнопочка отбор номенклатуры ли есть номенклатуры и тоже можно вот так вот выбирать все фит да да через контру сейчас покажу ой так пардон так ну и контрагентов есть отбор тоже опять же вот ассоциативная модель показываю там я нажал куда-то до выбрал вот штук пять шесть товаров захожу в контрагентов у меня отображается только те контрагенты которые мы продавали эти товары в выбранный период в 13 14 15 год вот ну то есть это такая штука удобная но ее надо понимать значит есть еще поиск в поиске ему вообще все что угодно можем вводить например хочу я узнать как у меня там дела обстояли на дату не знаю там конь 0 8 0 5 12 года вот у меня внизу появилась сразу дата тыкаю в нее и смотрю чего значит ну таким образом можно все что угодно выбирать какой товар можно выбирать или там контрагент но в зависимости от того что здесь выбрана здесь вот это если я нажму сюда я выберу товар написано номенклатура на именование вот а группы сложно сказать группа 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 ну если мне справочник сказать из которого его можно брать то я в принципе возьму так я сам не нашел да ну там много это просто один из разрезов аналитики получается надо посмотреть где его искать здесь можно тоже группа добавить так идем дальше ну здесь те же самые кнопочки сверху кстати тоже фильтр есть разные иногда бывает удобным там не знаю если хочется что-нибудь то есть есть отбор недель неделей года месяцев когда например не надо выбрать декабрь январь февраль да ну тут не это сложно будет сделать как только выберу декабрь у меня сразу чуть пропадет если я январь и февраль вот контролом выберу да то я не могу два сразу года выйдет то есть я вот так выделю у меня выделится 6 месяцев январь 14 февраль 14 декабрь 14 январь 15 февраль 15 декабрь 15 а мне например надо и декабрь 14 январь февраль 15 тогда я могу здесь выбрать эту я спускаюсь декабрь и ночью вот вот у меня три месяца короче здесь тоже есть фильтр есть по менеджерам фильтром про него так вот сделал и мне по идее все отфильтровалась поэтому менеджеру так но тут разные отчеты есть в принципе рассказывать про них смысла нет есть крутилочки вот такие вот можно смотреть по месяцам по кварталам понеделем где есть плюсики можно раскрывать если надо все раскрыть нажимаем правой кнопкой выбираем экспон то свернуть правой кнопкой коллапсу таблицу есть надо отправить в excel санта xl подкрываем цели даже с ней работаем таблица по контрагентам и не только можно переключать 14 год май нет 14 год мая у меня получается 4 миллиона здесь просто неправильная цифра надо посмотреть вот так значит такие отчетки есть долевая динамика может показаться достаточно таким сложным да на самом деле их обычно эти отчеты смотрят не когда там какие-нибудь регионы есть да где там много разных их там чем поменьше сейчас так наверное здесь у меня нет такой переключалочки например можно такой вот отчет добавить по например каким-то категориям товаров ну в общем в принципе чтобы он смотрелся как-нибудь попроще вот так да да конечно но она вот так вот будет видно можно вот парочку выбрать просто вот так прям оп ну в общем когда вот так вот мало данных то этот отчет в принципе нормально смотрится смысл какой вот есть посмотреть нет некоторые столбики есть потоньше некоторые потолще да чем больше площадь прямоугольника тем больше значение то сейчас вот этот отчет по продажам да прямо можем по количеству отгрузок сделать вот видно сходу что вот эти вот столбики они большие да это ярославская область пятнадцатый год апрель пятнадцатый год март ну грубо говоря да в пятнадцатом в марте и в апреле пятнадцатом вот ну по площади просто видно что они больше чем остальные а ну здесь здесь как бы смысл в в том что идет грубо говоря сравнение в рамках одного месяца всех вот этих вот ну как бы составных частей в данном случае регионов да вот и поэтому я имею ввиду что я смотрю на площадь грубо говоря вот на эту то есть да 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 ну тут можно посмотреть вот ширина вот это вот это вот ширина которая сейчас выделил да видно что она там первая или вторая ну там их вон две большие как бы да вот они большие это как раз будут самые богатые по количеству отгрузок месяца да можно по сумме сделать так по сумме по сумме уже не такие они хорошие там еще одно место есть хорошее вот это вот то есть это грубо говоря ширина это насколько хорошо в месяце все проходит да а длина каждого вот конкретного участка это насколько да 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 то есть это такая долевая динамика вот ну в принципе этот отчет такой тип графики я только в кликере видел других не видел так ну что тут есть еще долевые есть различные отчетики вот есть по менеджерам и регионам в некоторых таблицах мы можем делать разные еще фишки дополнительные например сортировку да двойным щелчком мы можем сортировать по значению или там правой кнопкой мыши нажимать выбирает сорт вот отсортировали а в других мы можем переставлять столбцы местами например хочу ну вот у меня он как бы такая таблица регион да раскладывается по менеджеру а я хочу наоборот посмотреть прям беру вот так вот зажимаем менеджеры и тащу его налево так дотянул да вот пожалуйста у меня таблица наоборот менеджеры по регионам столбики тоже в принципе можно переставлять но не везде так ну таблица дефектура не нужна значит то здесь когда я делал этот документ дефектура обозначала количество заказов которые не доходят до отгрузки у вас есть такие заказы вот ну короче там в общем в один эске в той с которой я работал были еще причины вот и это грубо говоря была статистика по причинам почему не отгрузили то есть заказ есть но не отгрузили вот значит что еще тут есть конструктор есть конструктор в принципе очень простая вещь выбираем в разрезе чего будем смотреть и что будем смотреть прям тыкаем и вот две таблички одна простая другая сводная сводная отличается тем что мы можем так мы можем плюсиком раскладывать так вот так возвраты что-то по-моему возвратов я не добавлял как да в рублях когда вот я делал первоначальный документ еще было несколько валют там просто многовалютная была фирма вот и все можно было переводить в соответствующую валюту на дату совершения сделки ну вот но это может пригодиться на самом деле если есть какие-то организации которые работают там например с казахстаном или с белоруссией да тоже у них там просто у нас как бы единое пространство вроде бы экономическое да но у них там у каждого свои тубрики и переводить их друг другу как бы ну очень полезно бывает смотреть так значит в принципе понятно ну очень последний который добавлял это геоданные да она немножко тут обрезается но это яндекс так режет карту в принципе я вот так вот потом выделяю и он она она как бы и так получается что линия вот такая вот косая и он по ней еще обрезает значит что это за карта во первых для того чтобы с ней правильно работать мы должны вот здесь вот выбрать одно из значений здесь есть значение города количество отгрузок продажи валюты продажи единицы вот эти вот три значения надо только одно выбрать а вот эти три значения они по сути дела ну как бы показатели просто разные так они одинаково выглядят сейчас я вот нажму в одну из них да в продажи единицы появились вот эти кружочки каждый кружочек это город значит размер кружочка это сколько мы в него продаем вроде насколько я понимаю так сейчас ну да это сколько мы в него продаем чем больше круг тем больше мы в него продаем в единицах если я ставлю вот так то тем больше мы его продаем в рублях если я ставлю вот так то по количеству накладных как бы в этот город больше количества накладных вот сейчас тут изображены все города и в городах которые например вообще не было отгрузок они тоже тут какой-то размер кружка имеют да ну допустим я хочу сделать так чтобы у меня на карте отобразились только те города которые были продажи за последние три года вот беру выбираю три года вот у меня сразу остались только те в которые были отгрузки ум 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 я понял понятно, один менеджер связан с несколькими областями да, да ты мне по-моему давал а область, она может связана быть с двумя менеджерами не, ну тогда, да, тогда можно вот, в принципе, можно, да, этот список загрузить, ставить вот так вот фильтр по менеджеру, сейчас я, кстати, поставлю он мне города отфильтрует вот я не пойму, уж кому вот, значит ну тут надо посмотреть у меня, что такое менеджер потому что менеджер может быть признаком контрагента может быть признаком накладной типа пользователь там надо разобраться, подумать откуда брать вот значит такую штуку можно сделать, да ну, в общем сейчас я тогда просто покажу вот эту вот последнюю вещь, которую я делал где города, да фильтр я вот все сброшу сразу появляется много точек, да здесь дана подсказка значит города отмечены, бывает, четырех цветов серый это маленькое население где, в принципе недостаточно количества человек для того, чтобы там какую-то активность проявлять вот это количество человек которое недостаточно оно здесь равно сейчас 50 тысяч вот оно здесь написано везде мы можем его поменять например, поставить 30 тысяч сразу схемка поменялась красный, как его больше появилось значит серый, то есть это где маловато население зеленое где у нас все хорошо и на каждые 30 тысяч человек приходится один наш контрагент ну, таких вот сейчас мало но если вот поставить 50 тысяч сразу станет побольше немножко и сверх побольше вот да, да значит зеленый это там, где плотность уже хорошая да и мы эти города как бы просто поддерживаем ну, их немного если посмотреть все открою немножко более такую часть западную выберу да, на карте можно, естественно, выбирать вот так же выделение я вот сейчас могу еще выбрать более детализированную Москву выбрал значит синий, фиолетовый такой это где мы представлены но недостаточно то есть меньше чем одного контрагента приходится на вот эту вот кратность можно навести на какой-нибудь просто посмотреть да вот, например здесь контрагентов один да, а население 159 тысяч человек то есть это где-то получается у нас здесь должно быть порядка 6 контрагентов да, да могу так только штуки надо записывать а то я забуду вот ну да здесь можно действительно вывести это просто кратность ну, зеленый вот на зеленый можно навести значит на карте могут быть проблемы некоторые какие могут быть проблемы я использую для вычисления координат API Яндекса и бывает такое я там ввожу например, да у нас контрагент находится в Химках образно там, да Химки это может быть город Химки а может быть какое-нибудь садовое товарищество Химки вот и поэтому там не знаю иногда могут быть какие-нибудь лишние кружочки появляться но они как правило серые то есть на них не стоит обращать внимание значит что тут еще можно сказать это по карте тут в принципе все и еще есть вот такая штучка а красная красная это где мы вообще не представлены население достаточно для того чтобы мы были там представлены то есть у нас там вообще нет ну понятно 100 тысяч ой наверное все будет красное и серое видишь серым сразу выделяются те города которые меньше 100 тысяч да там вообще никого нет ну то есть там вернее там нас нет вот значит да там Продолжение следует... Так, ну я понимаю, но не знаю пока как это представить. Значит, динамика, динамика, изменение... Мгм. 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 Ну я подумаю, задачка такая в принципе нетривиальная, я подумаю. Надо, наверное, будет период выбирать, и за период что-то будет отображаться. Период менеджера сейчас. Так, например, выбираем период менеджера. Смотрим карту, таблицу. Так, значит, что еще? А, так, и в геодатии есть еще таблица. Вот эта вот область, это из Яндекс.Карты область. Точнее, я здесь ее назвал область, но по сути дела это не область, а... Короче, кому подчиняется. Вот есть... Здесь у меня районом названо, это кому непосредственно подчиняется, а областью это кому подчиняется то, что вот здесь вот. То есть просто, например, Москва, она будет... Здесь Москва, и здесь Москва, поскольку она не подчиняется областью Московской. Ну, контрагентов здесь есть, вот. Да, 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 да. Да, ну вот у меня есть как раз представление человека на единиц. Вот как раз этот показатель. Здесь население делится на вот это вот, которое мы вводили. То есть видно, что в области миллион сто пятьдесят тысяч, если это поделить на сто тысяч, получается двенадцать. Да, вот оно. Значит, может быть здесь просто надо раскрасить красным и зеленым. Ну, даже лучше просто зеленым раскрасить там, где оно попадает. А где не попадает, куда можно добивать, оставить белым. Вот так вот. Так, раскрашивание. Ну, в принципе, все у меня по этому документу. Если что, документы в Кликвилл бывают разные. Вообще бывают непохожие. Ну, вот бренд такие есть, контрольные панельки разные. Тоже табличка здесь. Так, сейчас. Есть вот такие вот. Это для ноутбука. Тут финансовая статистика. Касса. Денежные средства по валютам. Различные расходы. Банки. Всякие там. Ну, много тут что. Всякие сравнительные отчеты. И все сейчас независимо. Тут, например, сравнительный отчет. Два периода выбирается. Так. Четырнадцатый год. Закрытие. Сравниваем с тринадцатым годом. Ну, вот такая вот статистика отображается. Что, где, по каким счетам. Ну, да. Тут просто аналитика. Это такая вещь. Очень интересная быть. А что еще? В принципе, здесь у меня в этом нет. Больше никаких документов. Ну, короче, в общем, можно анализировать все, что хочешь. Вплоть там, не знаю, заявок к IT. Там, или там, трафик какой-нибудь, например. Тоже для IT много можно придумать. Ну, в основном в продажах там много всего. Так. Ну, что, какие-нибудь вопросы есть? Звонки. Редактор субтитров. Продолжение следует. Продолжение следует...